всем привет привет сегодня мы с вами будем делать расклад в потоке приготовила я колоду таро шаманов вот и возможно сделаю на той колоде который я работаю обычно таро булаты так если вы готовы выбирайте позиции если вы готовы мы приступим напоминаю что на выходные спасение благодарю на выходные я провожу блиц консультации в разделе сообщества можете прочитать анонс ссылка на сообщество кто не знает есть описание под этим видео все я обычно по одному раза не чихай так ну давайте посмотрим что нам скажут сегодня таро и так позиция номер один голубенький камешек смотрим на таро шаманов на чем нам сегодня будут говорить так здесь речь пойдет о о том на чем и сейчас работаете да как будто бы узнавание себя здесь человек как будто бы просит просит за себя что именно он просит здесь такой ощущение что вы хотите изменений в своей жизни знаете когда человек приходит к себе обретает целостность и эта целостность она помогает ему как-то вот перейти на другой уровень то есть проще говоря жить по-другому и вот здесь вот как будто бы а вы понимаете что перемены то ли они уже наступили то ли они очень очень близко и вы как будто бы как-то ваша и года из последних сил она как будто бы старается удержать что-то из вашего прошлого но при этом понимаешь что это прошлое она уже не имеет места быть то есть здесь с одной стороны вы хотите работаете как будто бы над собой и хотите вот именно слияние себя соединение чтобы от ваши частички души вернулись к вам чтобы ощутили себя сильнее чтобы вы ощутили себя наполненной до что вот как-то вот ваша жизнь изменилась то есть каждый человек она может меняться по-разному и вот эти вот изменения не как будто бы а приведут изменения ваши внутренние они приведут к изменениям во внешнем мире но при этом одновременно вы как будто бы еще и хотите чтобы вот какие-то моменты из вашего прошлого чтобы они перешли еще и вот в ту жизнь которой вы готовы и либо мечтаете либо хотите жить вот но это не совсем реально и как-то не знаю как бы вы ни старались из последних сил вот что-то удержать а она уходит и вы вы понимаете что вот вот это вот ценное что-то из вашей прошлой жизни она она утекает и понятное дело что найти хочется в новую жизнь идти при этом сохранив вот не знаю как некую такую память что ли о чем-то хорошим вот какой-то кусочек который бы напоминал вам каким-то образом свое прошлое например я не знаю если приезжаете из одной страны в другую то вот это вот ощущение найти возьму на память в мешочек горстку земли до чтобы она напоминала вот не то место допустим мою родину где я родился вот что-то такое вы как будто вот новую жизнь до хотите что-то взять из своей прошлой жизни и вы понимаете что если вы это сделаете то это уже не будет новой жизнью это будет уже новая жизнь исходя из старых каких-то понятия вы хотите абсолютно новые и поэтому здесь речь говорит о том что она отпусти отпусти что вам здесь нужно отпустить здесь понимаете здесь нужно отпустить какие-то свои прошлые взгляды на жизнь я не знаю какие-то убеждения какие-то возможно привычки но здесь вот именно на уровне ментала то как вы видели мир либо ваше отношение к жизни то здесь вот прошлое вот в этом имеется виду не физическом плане здесь как будто бы на ментальном уровне да вот эти вот изменения должны произойти туда куда вы хотите пойти это как будто бы разворот понимаете на 180 градусов и ясное дело что те взгляды то есть для того чтобы пойти туда вам нужно изменить свои взгляды и на жизнь для этого вам нужно заново научиться слушать свое сердце отклик своего сердца на то что вы делаете возможно это немножко противоречит тем понятиям тем убеждениям которые у вас были ранее ну то есть допустим вы опирались на логику да на причинно-следственные какие-то связи да вы понимали анализировали свою жизнь каким-то образом я либо ситуацию а здесь говорится о том что вот если вы хотите пойти в ту жизнь либо та жизнь которая она уже для кого-то здесь эта жизнь уже наступил и вы это чувствуете и вы понимаете что не знаю это как будто бы вы попали на какую-то инопланетную планету да к инопланетянам и там другая форма жизни да там другой образ жизни вот вам на первых порах вы все равно продолжаете мыслить как землянин а вам уже говорят о том что нужно адаптироваться по ту форму по тот образ жизни по которым живут те существа на той планете они как будто бы живут там я не знаю исходя там но опираясь условно говоря на свое какое-то обоняние да то есть вот как собаки нюхают запах и на запах идут вот по своему пути там допустим а здесь идет подсказка вы идете по своему пути как будто бы когда видите какие-то знаки когда там не знаю бабочку где-то увидели о это знака переменных да там я не знаю где-то какая-то птица прилетела новости вот то есть вот как будто бы здесь немножко иной подход должен быть и он вы не должны идти путем которым идут все здесь на аркане изображена девушка которая развернулась от общей массы до людей и вот все люди одеты в сером а у нее одеяние в большей своей степени в красном цвете то есть красный это активность но из другой стороны еще и некая такая агрессия которая направлена на разрушение то есть нужно для того чтобы пойти в перемены да нужно что-то разрушить нужно разрушить вот эту вот обыденность похожесть на других то есть делать как делают все вот здесь ваша жизнь она должна пойти в том русле в котором вам будет комфортно ориентироваться должны на себя и то что вы будете делать это будет полностью противоречить тому что делает общая масса людей да то есть вообще как выступает люди вы будете поступать по-своему вам как будто вы знаете надо идти по зову своего сердца куда она вас зовет но зовет вас в аркан умеренности в исцеление исцеление очищения а чего тут должны очиститься от каких-то знаете ценностей материального порядка не в плане того что у вас не должно не должен интересовать материальный мир а здесь например если вам интересны деньги вы не должны смотреть на них с точки зрения каких-то купюр бумажный до которые люди там не знаю зарабатывают либо как-то на них что-то приобретает то есть у вас подход допустим деньгам он должен быть с точки зрения энергетики например с точки зрения стихии земли то есть вот как-то по-другому абсолютно другой подход более другой я не знаю как объяснить здесь другой потому что вы выбрали путь по двойке костей путь к себе этот путь к себе он предполагает что вы не будете похожи ни на кого поэтому ответы на вопросы которые вас будут всплывать вам никто не сможет их дать вы будете вынуждены находить ответы самостоятельно опять же кто-то может сказать то есть так как я найду самостоятельность мне никто не дает ответы этого ответа не могут быть идти не только от людей в плане там коммуникации то есть вы с кем-то общаетесь напрямую да и вам дается ответ это может быть какая-то подсказка это может быть я не знаю какой-то фильм какая-то книга реклама по дороге случайно услышанная речь какого-то человека может быть рожденный inside песня то есть это может быть что угодно и когда вы почувствуете внутренний отклик то здесь вам говорится о том что вот во первых здесь очень много работы идет с вашим телом то есть тело не в плане так сказать что-то приукрасить да как-то вот украсить себя в плане именно познания своего тела да как она дышит что она хочет если ездит какие-то зажимы о чем они говорят здесь необходима гибкость именно в теле чтобы она чтоб тело как средство передвижения помогала вашей душе в реализации того что вы хотите чтобы это не было отдельной частью вас да то есть душа отдельно тело душе должно быть комфортно в вашем теле здесь пока идет процесс перемен вашей жизни да вам нужно напитывать себя энергетически как-то поработать со своими энергиями что для этого нужно сделать а здесь нужно потерять себя для того чтобы обрести себя заново потерять себя это знаете как-то контролировано если так можно сказать контролировать ванна сходить с ума то есть условно говоря утратить абсолютно все что вы знали о себе о своем представлении там я не знаю что этом мастер что я там профессионал что это бабушка либо там мама либо еще кто-то вот какие-то за роли социальные которые мы проигрываем что я там что-то я умею что-то не умеетесь как будто бы знаете для того чтобы создать себя здесь даже не создать себя мне как будто вы знаете показывает когда фильмов фантастики так когда например и там не знаю бригада вылетает на какой-то полет а потом возвращается на базу и она проходит через какое-то помещение да в котором там есть на ну словно говоря люди не полностью раздеваются и их идет очищение от всевозможных микробов то есть они полностью себя все снимает том числе и одежду вот одежда в данном случае это опыт здесь как будто бы нужно раздеться догола до своей сути то есть бросить вот это вот все что вы носили ранее то есть очиститься здесь идет очищение не только в плане опыта но и очищение вот прям вплоть до мы не знаем микробов то есть какая-то регенерация должна произойти и вы свои клетки должны перезаписать энергетически на ту новую жизнь которая по сути новая для вас но для вашей сути она не новая она настоящая потому что вы путь который выбрали путь к себе вы здесь даже не то что вы должны вспомнить себя а здесь это произойдет как узнавание да когда вы сольете с самим собой еще расскажу как будто бы ваши части соединяться вы начнете принимать себя я сложно сейчас говорю но у меня просто очень сложно и сейчас ощущение которые я не у меня не нахожу слов чтобы описать вот это некую такой знаете трансформацию мне показывают как не знаю частички одного зеркала представьте такой зеркальный шар который был там на дискотеках там 80 какие там 90 года зеркальный шар и вот эти вот частички зеркала они приклеиваются для того чтобы этот шар был целостный и вот каждая частичка которая вашей души которая возвращается для того чтобы все это обрело некое такое единство на чтобы шар стал целостным вот это вот каждая частичка она несет что-то свое это ваша суть как будто бы это знаете как капля капля воды если она упадет в океан то по сути капля она несет свою какую-то структуру до воды записанную океан это тоже вода но у него он является нечто большим и поэтому капли которая падает в океан и сливаясь с ним до визуально она не видно нам да как капля она как будто бы теряет свою форму растворяясь в нечто большим но при этом то свою суть она не теряет вот здесь примерно что-то такое то есть каждая частичка каждой капли который возвращается к вам ваш океан души одна с одной стороны растворяется да потому что в нечто большее входит а с другой стороны она все равно несет свою какую-то информацию и вот здесь говорится о том что вот вам нужно полностью как будто бы свою информацию о себе то что вы знали о себе перезаписать да то есть вот причем перезаписать как будто бы сбросить все настройки которые были вашей жизни и оставить только базовые настройки вот здесь суть сейчас идет об этом вот такие изменения идут и на эти все перестройки вам необходима энергия пятерка педакли здесь говорит о том что в этой колоде что человек утрачивает абсолютно все что он умел все что он знал все что он понимал для того чтобы начать заново но начать уже заново с базовых настроек чтобы не было вот влияние каких-то дополнительных там я не знаю приложение которые были скачаны которые повлияли допустим на работу вашего гаджета вам нужно будет выстраивать свою структуру а заново где вы будете главной скрипкой да но при этом все равно будете находиться в какой-то гармонии с людьми в контексте того что вы научитесь вот как вы себя приняли свои какие-то грани которые вам даже неприятны то также вы будете например взаимодействовать с людьми то есть позволяет людям быть собой а вы чтобы оставались сами собой и вот при этом нужно научиться взаимодействовать с этими людьми то есть не менять их и не менять себя при взаимодействии а научиться именно договариваться вот что-то в такой в таком формате такая жизнь вас как будто бы ожидает то есть вы с одной стороны будете проживать свою жизнь которая не будет похожа на жизнь других людей потому что она будет выстраиваться по своим правилам но при этом вы будете взаимодействовать с другими людьми и принимать их систему не меняя не себя не то есть вы как будто бы с ними взаимодействуете но при этом не придаете вот свою какую-то суть на вас в дальнейшем начнется новый какой-то опыт абсолютно новый но на данный момент вы должны исцелить себя вот это вот исцеление примирение она как раз таки сейчас и происходит когда вы узнаете заново себя именно вы понимаете не то как вас воспитывали в детстве и говорили что ну условно говоря это стол да за столом надо все время сидеть а на стуле надо сидеть да и у вас есть вот эти вот настройки и вы понимаете что но кей стол можно будет использовать там ну условно говоря как я сейчас надо для того чтобы делать расклады хотя возможно и начальному там поскольку он стеклянный может быть он был рассчитан на то чтобы на него поставили там какую-нибудь дорогую вазу дали бы телевизор либо еще что-то да а ты его используешь к совсем для другого вот здесь вот как будто бы вы узнаете мир заново вы понимаете что не знаю если человек улыбается это не значит что он язвит вам дали бы как-то над вами нацмехается это просто человек улыбается то есть вот какие-то такие изменения вашей жизни то есть первично должно исцелиться ваше сердце она исцелится тогда когда у вас придет вот это вот принятие принятие разрешения впустить в себя то что ранее вы не не впускали тогда вы ощутите единство это принесет вам новые дополнительную какую-то силу то есть каждая частичка от вашей души которая возвращается к вам она несет свой заряд она несет свою силу которая является частью ваших и вот при объединении этих всех частичек вы ощутите себя намного сильнее и тогда у вас появится больше вот этот вот потенциал на что направить эту силу тогда папа жезлов у вас начнется новый путь новый путь жизни вперед новый путь к жизни более изобильный до ваша жизнь изменится в какую сторону будет зависеть от вас но сейчас вы находитесь именно в этом этапе этапе перемен так это была первая позиция позиция номер два я продолжу работать на колоде таро шаманов сегодня нам не близко двоечки о чем вам здесь хотят сказать шаманы шут шаманы хотят сказать радуйся жизнью да наконец-таки наступил тот этап поверь поверь доверься выходе из состояния зависания наказания самого себя как-то жертвоприношения пришло время пришло время танцам пришло время радости празднику здесь как будто вы знаете некий такой глашатый который говорит о том что наступили лучшие времена да то есть люди выходите из своего заточения мойте окна до открывайте двери впускайте праздник впускайте солнце впускайте гостей то есть вот какие-то благие новости но не в плане того что это разовая а для того чтобы вы как-то вот впустили в свою жизнь то то что за какой-то вот радость я не знаю ждали вы это или нет но вот здесь какое-то благостное предзнаменование что же идет то вашу жизнь передмены идут вашу жизнь но не такие негативные которых вы подумали да то есть те времена когда вы куда-то там углублялись что-то хотели узнать либо что-то познавали накручивали как-то себя сами себя запугивали эти времена уже прошли на пришло время солнца пришло время праздника пришло время ощутить себя победителем до человек который победил победил свои страхи то есть те страхи которые вам были уже известны они над вами не не влияя не имеет влияние да но есть другие более более сильные что ли духи новые какие-то духи до который вам также придется на своем пути в дальнейшем справляться но сейчас вот именно чувствуется этап праздника праздника вот какой-то победы что еще маг конечно вам дается возможность вам дается возможность на перемены да и то есть здесь говорится о том что не огорчайся от от тех не знаю каких-то надежд которые не реализовались да то есть не надо плакать и сокрушаться о том что вашей душе не нужно было да что то что вы не получили но вы очень-очень на это надеялись что возможно это и к лучшему то есть грядут другие перемены грядут другие дороги грядут другие проекты не надо сокрушаться надо включиться в то новое которому вы придете но вот здесь понимаете вы даже не знаете о том новом который к вам идет такое знаете что там может быть предчувствие есть но четкого понимания что это может быть нету здесь идет вот просто какой-то знаете новый этап развития очень интересный очень захватывающий любопытные есть такое вот ощущение что я уже этого хочу я уже это жду когда это уже наступит это наступит потому что выпадает и арканы императора да то есть император так решил так и будет вот здесь как будто бы просто хочется сказать радуйтесь радуйтесь в то новое в которой вас видео душа здесь просто такие знаете приятные новости в контексте того что как поддержка как будто бы да когда голос говорит о том что не расстраивайся не сокрушайся поднимись колен и иди дальше и впереди тебя ждет вот что-то очень нехорошее вот верь в это и иди и вот вы идете вы не знаете куда вы идете вы не знаете что вас ожидает но вы идете вам сказали какое-то такое авторитетное лицо на какой-то дух вам сказал о том что надо то есть вы услышали эту подсказку и пошли и процессе того как вы идете вам вас это начинает завлекать вам становится это интересно возможно где-то вы сталкиваетесь с какими-то трудностями преградами но вот вот этот зов он вас ведет ведет и приведет в новое вообще на самом деле в колоде таро шаманов да здесь речь идет о том что вам сама жизнь вам сама жизнь плюс ко всему предки предки вам помогают да то здесь аркан отшельник он изображен в виде шамана которого наполняют его предки духи которые ему помогают на пути именно договариваться с чем-то либо с людьми которые на него не похожи то здесь по сути вот мы начали до сака нашу так а доверие вот здесь речь идет о том что вам просто нужно довериться довериться вы не знаете куда вас ведут на вас ведут действительно здесь есть поддержка и помощи духов ваших предков здесь очень много сил вам помогают то есть такое ощущение что вот очень много разных духов сил до помощников да причем это разные разные формы ну если можно назвать как-то у духов у них нету заряда на мужской либо на женский на позитивный либо на негативный но вот если бы они были людьми да можно бы сказать что здесь разные возраста и разные пол людей да здесь идет перерождение здесь идет перерождение вы как будто бы проходите какой-то вот портал до с одной стороны идет очищение избавления от чего-то прошлого с другой стороны рождается вот восьмерка бубнов рождается вот это вот мастерство и опять-таки праздник благодаря именно той помощи которые вы получили то есть здесь вот что-то сказать конкретное да что от вас ожидает нет здесь поток говорит о том чтобы вы даже не то чтобы вы поверили здесь скорее всего знаете как подсказка нет не подсказка сейчас я найду этот глагол как знаете как поддержка то есть когда скажи им да что что все хорошо да то чтобы не переживал то есть здесь нету причин для переживания все хорошо все хорошо вот как-то тогда не знаю какое-то возможно успокоение что ли вот как-то успокаивает то есть праздник идет праздник вот открывая ворота да еще он говорит шла беда открывая ворота здесь пришел праздник открой ворота впусти разрешить как-то так позиция номер три зелененький камешек троечек почему-то у меня рука потянулась колоди терра вулата но я обязательно шаманов буду дополнять шаманами и так о чем речь пойдет для троечек аркан мира так это начало либо это завершение это скорее всего речь пойдет о завершении а завершение завершение чего мой прямо великие арканы пошли смерть аркан солнца но даже все великие арканы колесо фортуны у вас очень важный период значимый сейчас идет да то есть потоки речь идет о том что идет завершение каких-то этапов вашей жизни идет перерождение идут перемены то есть все карты которые указывают на завершение они здесь выпали давайте я посмотрю на шаманов что грядет нет что завершается что завершается какой-то путь который был начат в прошлом и путь скорее всего утрат до потери утрат возможно безденежья возможно каких-то трудностей в том числе и болезни завершение вашего неправильного выбора возможно где-то когда-то то что вы выбирали либо это с вами случалось до ситуации где идет вот это вот разбитое сердце да на повторе переживание страдание то есть вот идет завершение всех этих трудных моментов вашей жизни до недоверия утрат слез потерь вот это всему вот этому всему приходит конец что идет идет исцеление дату с кубков туз кристаллов говорит про исцеление говорит про знаете как-то восстановление восстановление своего состояния говорит о любви говорит о чистоте а слияния возможно с высшими силами до каком-то потенциале и красивой карт не служит великие арканы до и рафанта оператрица эти получения обретения себя я бы так сказала как возможность как потенциал то есть от вас будет зависеть пойдете вы в этом направлении или нет потому что здесь говорится о том что вот это путь страданий и утрата по идее должен подойти к завершению но от вас будет зависеть в какую сторону вы закрутите колесо то есть видите ли вы из своих сценариев да вот повторно чтобы не закрутить тот же самый опыт либо пойдете дальше вот это вот дальше не но предполагает верховную жрицу через через какой-то путь познания познания вскрытия какой-то истины это новый абсолютно путь для кого-то может быть здесь речь идет про отношения которые я не говорю о том что это новые отношения дали мы как-то старые в общем речь здесь идет про отношения которые придадут вам статус статус императрицы здесь речь идет о любви здесь речь идет о гармонии если это не касается отношений то есть даже если те отношения которые уже были долгое время да здесь вот как будто бы какие-то новые ценности появляются в этих взаимоотношениях если речь не про отношения то здесь речь идет о любви об обретении себя и становление себя как императрицы как человека который наконец-таки знаете долго долго шел и пришел к тому чему я хотел долгий путь был долгий путь и путь как будто бы знаете через какие-то болезни вы придете к стабильности вы придете комфорту и уюту но здесь другое качество жизни здесь не столь акцент идет на финансы да когда вот у меня есть вот достаток да я могу себе позволить что-то купить нет а здесь скорее всего состояние когда знаете вот вам комфортно в душе вы выбираете качество вот здесь акцент идет на качество не на количество не на стоимость а вот именно на качество вашей жизни когда вы наконец-таки можете себе позволить не знаю пойти лечиться в какой-то частную дорогую больницу где к вам будут относиться по-человечески одни поскольку по столь куда то есть не будет нервов а будет уважение с вами будут разговаривать как с воспитанными людьми то есть вот здесь как будто бы меняется отношение качества вашей жизни есть такое найти чувство когда ученик только начинает свой путь да и вот благодаря своему учителю он прошел какие-то препятствия всевозможные там я не знаю инициации в конечном итоге он как будто бы уже готов стать сам учителем и вот его учитель говорит о том что помнишь как как ты начинал да а теперь и кем ты стал да то есть ты уже готов стать с наставником уже готов стать учителем для других людей и а здесь ощущение того что вы в таком недоумении что а что я теперь утрачу тебя мой учитель ну то есть а как не спеши да то есть я привык настолько что сложные моменты так ты меня можешь поддержать к тебе можно обратиться а теперь как я буду жить да сам еще помимо этого еще и брать себе учеников и вот как-то сам их куда-то вести то есть здесь такое чувство что с одной стороны есть радость что наконец таки вы пришли к этому а с другой стороны что а теперь у меня нету вот эти вот вспомогательного костыля виде наставника да и здесь понимаете как будто бы осознаете ответственность то есть пока вы были в роли ученика вы могли как-то не знаю ошибаться подсмеиваться как-то докучать своего учителя злиться обижаться на него а теперь когда вы доросли сами до уровня учителя вы понимаете что как жаль как жаль что я не взял например от своего учителя намного больше как-то поступал с ним не знаю обижался на его а ведь он хотел мне там не знаю что-то показать чему-то научить здесь какие-то такие глубокие переосознание у вас идет уйдут в жизни что жаль жаль что я так себя вел либо вела надо было не реагировать да допустим того обижаться либо раздражаться а надо было в этот момент просто учиться да то есть переместить свое внимание на что-то другое но в любом случае здесь такое чувство вот именно предвкушение новой жизни новой жизни более качественной то есть вот исцеление идет туда король кубков мудрость жизни человек который обретает мудрость жизни и как будто бы вы встаете на на путь до на служение помогает другим людям пройти тот путь который проходили вы вот здесь об этом речь идет я конечно говорю образно метафорично да кто-то может буквально это воспринимать если это вам подходит но я всегда говорю метафорично для того чтобы вам было понятно чтобы вы могли на себя перенести чтобы не было такое вот прям конкретные какие-то действия для узкого круга людей поэтому я всегда использую метафоры образа чтобы вам было понятнее переложить информацию на себя и понять о чем речь идет здесь знаете как будто бы мне показывают картинку скорее всего да когда этот ученик который дорос до учителя он как будто бы сам смотрит свою свою жизнь на свое прошлое как-то ее анализирует и где-то вот на эти какие-то фрагменты своей жизни какие-то кадры на какие-то кадры он улыбается что вот не знаю такое ощущение вот как в армии фильмы показывают да там где-то над кем-то подсмеялись подшутили вы какие-то такие воспоминания идут и это как завершающий итог вашей жизни когда вы не знаю как будто бы завершаете вот этот вот путь своего ученика то есть вот какой-то как как будто бы ритуал завершения закрытия на какого-то ритуала но в данном случае этот ритуал он как раз таки завершение во вашего пути как ученика это и с одной стороны вы как будто бы знаете понимаете что да это пройденное не знаю когда люди например заканчивают университет там институт и они помнят как жили в общежитиях не знаю как сейчас раньше да например к жили в общежитии что делали как там веселились вот какие-то такие моменты воспоминания и потом человек понимает что все утром проснулся приму душ да и пора идти на работу я уже взрослый и уже не будет вот такие возможности к там не пойти на пары как-то сбежать что-то сделать как-то подшутить надо преподом то есть вот здесь какие-то такие энергии идут ваша жизнь меняется и вы стали уже взрослым человеком неужели вы себе не сможете позволить как-то не включаться во что-то важное значимое да и откладывать эту то есть не создавать бурную деятельность а ну то есть такого уже и вам не позволено да вы уже как будто вы знаете как не знаю хозяин какого-то клана что ли должны вести за собой людей да вот куда-то куда-то дальше расти развиваться впереди вас ждут впереди вас ждет дьявол и верховная жрица да то есть впереди вас ждет магия да в контексте вот как будто бы борьбы да а то есть дьявол тот который создает вам вот иллюзии препятствия верховной жрицы которая проясняет это дает вам знание понимание как с этим справиться да то есть впереди вас ждут не хочется сказать какие-то серьезные битвы то здесь речь идет о том что какой-то этап обучение вашей жизни завершён на метафорично не метафорично ну то есть вы это сами понимаете потому что когда что-то завершается нашей жизни мы это чувствуем внутри нас такой такой у меня была третья позиция такой расклад в потоке напоминаю что в на выходных будет близ консультации приходите хочу поблагодарить вас всех за внимание пожелать вам отличных выходных всего вам самого наилучшего всем пока пока